добрый день с вами империя picture и сегодня я покажу вам как нарисовать брюки простым карандашом если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите и обучайтесь вместе с нами по середине листа проводим нашу осевую линию выравниваем ее по краю листа карандашиком отмеряя далее мы ставим засечки где у нас начнутся и где закончится брюки чтобы нам было удобно ориентироваться в общих масштабах отмечаем линию где у нас будут начинаться штанины и отрисовываем правую штанина можно сделать край такой немножечко неровный как бы повторяя силуэт ткани да то есть она где-то у нас изламывается где-то идет складочка и условно прорисовываем ботинки чтобы понимать как у нас штанина будет на них располагаться прорисовываем также вторую штанину отмеряем чтобы были одинаковые с двух сторон симметричные прорисовываем до конца точно так же намечаем ботинок мы с вами обозначили основной силуэт и теперь можем начать выделять контур посильнее карандашиком чуть сильнее надавливая я рисую карандашиком б для рисунка этого вполне достаточно по мягкости и я начинаю показывать складки на наших брюках местах излома будут проходить такие линии складок наметим также часть пояса чтобы нам было удобно и понятно что это часть человека до обозначим сам пояс на брюках одной линией и немного по краям нарисуем как будто бы брюки немножечко отступают от пояса и плавным переходом это обозначим намечаем часть и у нас будет находиться молния пуговичка убираем ластиком все лишнее напоминаю что в нашей художественной школе открылось заочное обучение и теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней тем временем я прорисовываю на брюках стрелки стрелки также будут у нас идти по складке поэтому кое-где они будут загибаться теперь на поясе прорисуем петельки где-то четыре штучки по левой стороне с краешку по правой стороне тоже с краешку тоже прорисуем переднюю часть добавим пуговицу и в принципе наше построение брюк готовы мы можем начинать в тоне аккуратным раздельным штрихом заполняем брюки все по всей поверхности сделаем это в несколько слоев немного изменяя направление штриха чтобы набрать такой плотный серый тон стараемся не заходить за края а если случайно вылезли то аккуратно сразу же убирайте с терочкой сейчас мы стараемся зашли хавать брюки равномерно а уже позже будем создавать объем с помощью создания теней света бликов весь лишний карандашик мы сразу же с вами убираем почищаем также можно с терочкой освежать бумагу потому что она немножко затирается в процессе работы а нам нужно чтобы наш рисунок в конечном итоге оставался аккуратным да и в процессе лучше соблюдать аккуратность начинаем штриховать правую штанину точно таким же образом раздельным штрихом равномерно между штрихами должно оставаться такое небольшое прям расстояние а второй слой мы наносим немного изменяя направление чтобы получалось у нас такая узенькая аккуратная сетка лишнее сразу убираем стараемся не заходить за края особо с левой стороны на левой что не не начинаем создавать тень аккуратненько проходя карандашиком также можно в несколько слоев по направлению движения штанины то и здесь мы можем штриховать вниз и по форме где у нас складочка закинается там мы можем карандашиком уже проходится по форме создаем нижнюю складочку просто проводим линию и возле нее как следует утемняем точно также создаем вот такой вот треугольничек тоже затемняю и вывожу складочку наверх саму стрелку мы немножечко утемним также вертикальными штрихами чтобы было видно что она у нас так надламывается начинаем штриховать правую часть штанины немного выводя такие теневые треугольнички от широкого к узкому таким образом будет создаваться фактура ткани снизу немножечко подчеркнем в целом это затемнение тоже нам поможет создать объем штанины самое светлое будет где-то по центральной части вот здесь вот на переходе от тени к свету и здесь мы стерочка немного подчеркнем высветлим как раз аккуратненько по линии и немного под штрихом потому что прям до бела на принципе не нужно выделять блики на стрелке также где мы ранее наметили складки мы высветляем давая блики и немножечко их сверху приглушаем карандаш ком потому что это у нас часть находится в тени усиливаем контрасты в тенях то есть делаем темнее аккуратно прорабатывая по форме складки под штриховываем чтобы слишком на туда не светилась потому что она все-таки в тенях это находится до верхнюю часть немного затем ним создавая плавный переход растушевывая наш штрих также вертикальными штрихами добавляем больше контраста чтобы было очевидно переход от тени к свету также с правой стороны мы усиливаем складочки и переходим к следующей штанине сначала мы затемняем левый край выводя складочки как и в прошлый раз такими треугольниками хаотично по всей штанине и в местах где нам хочется добавить складочку нижнюю можно сделать побольше и по контрасте то есть потемнее восстанавливаем стрелочку здесь мы легоненько ее обводим вертикальными штрихами она не будет уже такой темный как с левой части и особо мы ее прорабатывать не будем потому что принципе правая часть штанины находится на свету и здесь она будет менее выражена переходим к верхней части и немного дорабатываем линию где у нас будет находиться молния замок ремень немножечко его подштриховываем и теперь прорабатываем петельки их можно выделить немножечко обозначить тени чтобы они тоже у нас выделились уже стали объемными с левой части ремня немножечко тоже затемняем чтобы у нас было видно что есть такой нахлёст до у ремня и правую частью штанины немножечко затемняем уводя ее как будто бы в пространстве да и вытягивая переднюю нашу часть где находится стрелка это будет самая передняя к нам часть уточняем нижний контур штанин и можем переходить к проработке складок вот этот треугольник затемняем посильнее у нас будет самый большой в месте надлома тоже создаем треугольничек и заштриховываем его с терочкой высветляем на границе тени и сверху света складочки создавая такие как блики но потом немножечко приглушаем чтобы она не была слишком светлым и в углублениях также проштриховываем карандашиком и даем свет на верхних складках также к стерочкой слегка касается не полностью стираем а слегка прикасаемся создавая просто легкое высветление где нужно немножечко подштриховываем приглушаем все-таки у нас тоже левая часть находится в более теневой части нижнюю складку тоже немножко приглушаем и затемним глубину в складках и также с правой стороны немножечко дадим еще больше тени и увидел брючки в пространстве назад в принципе наш рисунок готов осталось сделать пару штрихов просто подроняем края уточним где-то тени и почистим наш листочек с терочкой вокруг чтобы у нас рисунок был аккуратный чистый вот такие чудные брюки у нас получились с помощью карандаша и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч